Добрый вечер, добрый вечер. Ну что ж, мы с вами в президентском дворце. Мы, наверное, в течение нашего разговора посмотрим, как внешне он выглядит. Это такое очень помпезное красивое здание с куполом стеклянным, похожим на здание Верховной Рады Украины. Но это президентский дворец. И у нас сейчас очень интересный гость, с которым мы будем говорить. Это секретарь Совета национальной безопасности Грузии, помощник президента Грузии, господин Давид Раквеашвили. Здравствуйте, Давид. Можно так, да? Без батона Давид. Если мне можно, то тогда. Да-да-да. Матвей Давид. Ну, у нас зоны по пять минут для того, чтобы быстро, сжато рассказать о том, как живет Грузия на внутреннем и внешнем фронте. Вот мой первый вопрос. Как, в принципе, вы оцениваете, как живет Грузия внутри, в экономическом, в политическом плане? Не скрою, мы были на проспекте Руставели, мы снимали протесты. Ими во многом живет страна, оппозиция и так далее. Вот как бы вы все это описали, понятно и просто для наших зрителей? Ну, в первую очередь, Грузия живет в стратегическом плане той же жизнью, которой она жила последние 26 лет. Приоритеты стратегические не менялись. Грузия надеется завершить свое путешествие, многовековое путешествие в европейские структуры, политические структуры. Что касается каждодневности, ну, естественно, в первую очередь люди беспокоят экономика. Естественно, люди беспокоят все те права, за которые они стояли, включая право слова, включая право выражения. И то, что вы наблюдали, естественно, это манифестация вот этой нужды протестовать против чего-то, которое не соответствует каким-то убеждениям. В остальном, я думаю, что в целом Грузия, она находится сейчас очень на интересном рубеже. Во-первых, смена поколений. Все меньше и меньше хомо-советикус. То есть просто среди простых граждан. Среди простых граждан. Я считаю, что это мы как-то вот приближаемся вот к этому рубежу, когда вот то советское прошлое, которое очень часто и очень сильно держит прогресс, останется в прошлом. Чем отличается... Давайте так я спрошу. Вы считаете, что национальное государство в принципе построено? Я считаю, что национальная идея, она существует. Государственность Грузии, она всегда была, в том числе и в первую очередь из-за того, что ее постоянно атаковала Россия, всегда была вот краеугольным вопросом. Государственность, она не состоявшаяся никогда, если перестаешь ее строить. В этом плане, я думаю, что Грузия очень быстро прогрессирует, начиная с вот, если посмотреть на 26 пройденных лет. Все те препятствия, которые мы проходили, они пошли на пользу. Я считаю, что Грузия сегодня уже состоявшаяся национальная идея, но до построения такого стойкого общества и стойкой государственности нам еще идти и идти. Какие бы главные проблемы вы акцентировали бы в экономике? Я думаю, что здесь нет таких особых каких-то факторов разных, отличительных от других стран. Но в первую очередь, естественно, это объем экономических оборотов. Грузия маленькая страна, она не полностью пока задействовала свой геополитический потенциал. Она же была в основном еще в те времена, до войны 2008 года, все-таки завязанная экономика на Россию во многом, правильно? Ну, диверсификация экономики произошла, она очень была существенной, вот это изменение векторов. Вы нашли другие рынки? Очень многие. Потому что эта проблема сейчас для Украины. Вы знаете, что у нас сейчас свободная торговля с Евросоюзом. Это огромный плюс, огромные возможности. Они реализованы? Они, вот сейчас как раз время собирания этого урожая. У нас был и прогресс в плане ассоциирования с Евросоюзом безвизовый режим. Кстати, поздравляю. Спасибо. И, значит, вот эти параметры, они сейчас открывают вот те возможности, которые мы постоянно будем... Наверстывать. Очень многое зависит, естественно, от не только, скажем, грузинского рынка, но и рынков вокруг Грузии. И с этой точки зрения Грузия, она является очень важным компонентом вот в этой геополитической среде, да, запад-восток и север-юг в том числе. Так что Грузия, грузинская экономика, она развивается, но пока над Грузией вот висит вот этот тамоклов меч в плане безопасности, пока нету постоянного решения вопросов национальной безопасности, естественно, всегда будет влиять на экономическое развитие. И еще один вопрос вот по поводу экономики. Вы основные торговые партнеры, я знаю, например, кроме воды знаменитой, да, в Украине много грузинских товаров, много. Там даже я вам хочу сказать, что есть какие-то магазины грузинских модельеров. Ну, это, безусловно, задача не государства, но вообще. Ваши основные партнеры, вот вам удалось баланс сделать между Турцией, Арменией, Азербайджаном, как граничащее с вами государство? Торговля есть с ними? Торговля есть со всеми, но Турция, она являлась и является одним из самых основательных партнеров Грузии, в том числе в плане транзита через Грузию. Как я сказал, торговля с Евросоюзом, она набирает обороты. Практически Грузия сейчас, можно сказать, что она торгует свободным режимом на рынке около 200 миллионов человек. То есть это и с помощью двухсторонних соглашений, и с помощью соглашения с Евросоюзом. Так что этот баланс, он лучше, чем был до, скажем, 2008 года. И он дает нам надежду на то, что Грузия задействует все эти торговые возможности, не только для своего рынка, но также для транзитных рынков. Мы говорим с секретарем Совета национальной безопасности Грузии, помощником президента Давидом Раквиашвили. Давайте продолжим. Давайте поговорим о внутренней политической ситуации. Протесты, оппозиция. Как вам удается балансировать, учитывать и проводить какую-то свою государственную линию? Мое дело не балансировать. В своем офисе Совет национальной безопасности не является местом, где обсуждается внутренняя политика. Совет национальной безопасности – это место, где в основном те вопросы, которые связаны с обороноспособностью страны и с безопасностью. Что касается внутриполитической динамики, которую я могу прокомментировать как гражданин Грузии, я вижу, что эта динамика существует. Ситуация в Грузии, она всегда была зависима от настроения народа. Вот в этом Грузии она, наверное, отличается от многих стран, когда политические процессы, они в основном все же исходят из народа. Мы наблюдаем такого же плана процесса. Я думаю, что мы будем наблюдать выросший интерес к политическим процессам. Посмотрим. Осень покажет. Хорошо. Вот расскажите про выборы. У нас выборы скоро будут в Украине и у вас будут выборы. У вас намечаются некоторые изменения институциональные. Вот немного нашим зрителям расскажите об этом. Ну, у нас осенью пройдут выборы президента. Это будет по существующей конституции, которую правящая партия приняла недавно. Это будут последние прямые выборы президента. Уже с 2024 года президент будет выбираться парламентом, избираться парламентом. Там система какая-то смешанная. То есть парламент и... То есть Грузия становится абсолютно парламентской республикой. В этом направлении она движется. Что касается парламентских выборов, это через два года. То есть 2020. И, значит, вот это структурное изменение, оно довольно, скажем так, болезненно было воспринято в стране. То есть не выбирать президента прямым способом оказалось, что большинство избирателей, которые опрашивались, они недовольны вот этим решением. Прямыми выборами недовольны? Наоборот, уходя от прямых выборов президента, вот страна считает, большинство граждан считает, что этим теряется какая-то очень важная, теряется очень важный инструмент воздействия на власть. То есть президент последние несколько лет являлся единственным институтом, который балансировал внутриполитическую структуру власти. Так что это неоднозначный вопрос, хотя вот правящая партия, у которой была возможность конституционное большинство, приняла вот такое решение. То есть, насколько я понимаю, теперь будет механизм такой. Правящая партия назначает, да, получается, вернее парламент. Ну, там правящие партии большинство назначают президента, которому просто делегируется некая президентская оборона, да, что там еще безопасно. Ну, оборона, вся, значит, исполнительная власть будет у премьера, как и есть сейчас. А у президента остаются символические функции, хотя по конституции президент остается главнокомандующим, президент остается главой государства, и в этом есть проблема. То есть, если есть функции главнокомандующего, то ты должен ее исполнять. Ты должен чем-то хотя бы вот быть компетентен. А зачем тогда остается этот пост? Знаете, почему я так дотошно выясняю? Я понимаю, что вы советник президента, а не правящие партии. Просто в Украине сейчас идет большая дискуссия. Там тоже есть, понимаете, да, что-то президента, президентом, вы понимаете, Порошенко, это не какой-то Тютькин, а и парламент. И вот они перетягивают у себя власть. И все время идут разговоры, ну, зачем нам президент, давайте пусть будет парламентская республика. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, естественно, я не буду там комментировать, как должно это быть в Украине, но то, что вот в Грузии, тот процесс, через что мы проходим. Этот процесс показывает, что концентрация власти, она никогда не способствует развитию страны. Должны быть альтернативные. Естественно, практически сделав президента функционально никаким, естественно, теряется вот та главная функция президента, которую этот институт выполнял. Балансировать власть. Балансировать. И, значит, президент является и являлся платформой, политической платформой в первую очередь. Вот этой платформы не будет. Я думаю, что это для грузинской демократии лучше не сделает. Последний вопрос. А у президента останутся функции, например, распуска парламента? Как, например, у итальянского президента? Там есть номинальные функции. Они, естественно, могут быть задействованы в каких-то очень радикальных или сложных конституционных вопросах. Но практически президент не будет иметь тактически никакой силы, никакой власти повлиять на политические процессы. Единственная функция остается вне зависимости от структурных функций. Это, естественно, политическая платформа, откуда президент всегда может, в зависимости от которого, о каком президенте идет речь, всегда может использовать политическую платформу для заявлений политического характера. В случае следующих выборов, это все же высшая легитимация президента. Народ будет выбирать его напрямую. А вот с 2024 года там уже практически правящая партия будет определять, кто будет президентом. Понятно. Следующая наша часть посвящена, ну, если можно так сказать, внешнему ближнему кругу. Это Россия. Все знают историю взаимоотношений непростую Грузии и России. И это Украина. Давайте начнем с России. На каком этапе сейчас? Я знаю, что дипломатических отношений до сих пор нет. Вы знаете, вот в стратегическом плане Россия и Грузия, они находятся в том же положении, где мы находились в последние 26 лет. Да. Ничего практически не менялось. Россия ведет войну против государственности Грузии, не переставая. То кинетическими методами, как в 2008 году, то гибридными методами, как в начале 90-х и сейчас, повседневно практически. А извините, дополнительный вопрос. А как? У вас полно российских туристов. Заходи, дорогой гостем будешь. Это расхожая история, о которой в Украине, кстати, хочу вам сказать, многие относятся с большим удивлением. А что? Разве сейчас Россия тоже ведет какую-то гибридную войну? Да. Вот это может звучать парадоксально, но, во-первых, туризм – это экспорт услуг. Как экспорт вина, как экспорт бурджоми и так далее, и так далее. То есть этот сервис Грузия продает. Вне зависимости от того, что Грузия предлагает России, и я думаю, что Грузия всегда предлагала России только позитивно, включая и вино, и возможность для туристов. Вне зависимости от этого Россия ведет вот эту гибридную войну против государственной силы. Как? Поясните зрителям, как? Очень изысканно, можно так сказать, потому что этим она занимается не только сегодня-завтра. Вот гибридная война, это имя она же получила после Крыма в 2014 году. Но вот сама суть гибридной войны – это комбинация разных методов. Это и психологическая атака, и пропаганда, это и попытки милитаризировать криминал, это и попытки участия в внутренней политике. То есть все эти методы, которые… А все Можелементы, которые вы перечислили, они присутствуют? Они и присутствовали, и они по сей день присутствуют. И, значит, результат, то есть в чем задача? Задача в том, чтобы Грузия существовала на грани существования. Существовало не как государство, которое может выбирать и может следовать пути, которое выбирает, а просто существовало как, скажем так, на грани фола. И вот если вы понаблюдаете за последние 26 лет, всегда вот эта линия, она видна. Всегда Россия прилагает определенные усилия, чтобы государственность Грузии, она страдала. В этом плане, хотя сегодня у нас нет такой горячей фазы, в отличие, допустим, от Украины, сегодня атака на Грузию, опять же, происходит с помощью оккупации. И мы не должны забывать, что происходит постоянная милитаризация, что есть пушки, нацелены на Тбилиси, что выстраивают поселки ФСБ по всему периметру оккупации, что выстраивают какие-то линии колючих проволок, чтобы фермеры не смогли пасти свой скот в своих же дворах, где они пасли их, я не знаю, сколько-то веков. Не надо забывать, что всякая пропаганда, которая исходит в российское телевидение или других средств информации, массовой информации, она нацелена не только, скажем так, то есть она не нацелена на продвижение какой-то русской идеи, которая в принципе не существует сейчас. она нацелена на демонизацию Запада. И в каких-то определенных, скажем, этих месседжах пропаганда, она берет какие-то определенные полуфакты или факты, и она, естественно, мультиплицирует и силу воздействия вот этих... Давид, ну простите, что я вас прерываю, но эта сила, вот я посмотрел, у вас совершенно другое поколение. Кроме того, знания, тут уже и не найдешь молодых людей, которые знают русский язык. Я не знаю, есть ли у вас в телевизионных сетях российские каналы, в Украине, как вы знаете, их запретили, вышвырнули. Но на кого это воздействие? На старых бабушек? На грузинскую интеллигенцию, которую я безумно уважаю? Знаете, которую русский язык, так сказать, держит в себе? Эта пропаганда не должна действовать? Кроме того, вас не называют на русских каналах грузинскими бандеровцами или грузинскими фашистами? Работает или не работает, или в какой мере она работает, это другой вопрос. А то, что попытки продолжаются, это факт. И то, что пропаганда, она нацелена не только на, скажем, homo soveticus, где это все резонирует, но это нацелено на молодое поколение с какими-то, скажем, там же происходит мутация. Это же не такой прямой слоган преподносится. Это, допустим, преподносит флоган, что, допустим, гей-ропа. Что Европа – это потеря моральных качеств, на котором стоит грузинское общество. Или же, что Запад – это антирелигиозная субстанция. И так далее, и так далее. То есть, понимая, что важно для людей в этой стране, и завертывая в какую-то... Красивую упаковку? Да, в красивую упаковку и преподнеся это. Там же не нужно, там, опять-таки, это же не российское, не продвижение вперед русской идеи. Никто об этом не говорит. Это уничтожение грузинской идеи, скажем так. Да, идея и мутилация. То есть, когда работает пропаганда? Пропаганда, вот на вас бросают очень много шаров. Да вы не можете поймать ни одного из них. Да вы об этом и речь. Еще раз напомню, мы в кабинете секретаря Совета национальной безопасности Грузии, помощника президента Грузии, Давида Раквиашвили. Ну, две последние темы у нас остались. Давайте их попробуем уложить в эти отведенные нам пять минут. Грузия и Украина. Грузия и Украина – это две страны, которые часть одного процесса. И этот процесс называется свободная, единая и мирная Европа. Который процесс не закончился пока. Вот эта идеология, эта идея свободная, мирная, единой Европы и являлась и по сей день является тем ключевым вопросом, той ключевой идеологии и политической основы, что принесло 500-миллионному европейскому народу и мир... Отсутствие войны. Отсутствие войны в протяжении 70 лет, да. Но этот процесс, он не завершен. И он не завершится, если Грузия и Украина не станут такими же едиными, свободными и мирными странами. Это один процесс, две страны. Кстати, это не только две страны. Я считаю, что Молдова тоже там. И враг у нас общий. Враг вот этому процессу Российская Федерация у нас общий. Так что, вне зависимости от тех расхождений, там, я не знаю, Грузия, 3-4 миллиона населения, там, Украина огромная страна, вне зависимости от вот этих расхождений, в таких-то структурных или тактических деталях, стратегически мы часть одного процесса. Скажите, Грузия как-то координирует? Дело в том, что не часто грузинские официальные лица приезжают в Киев, хотя я знаю, что, ну, официально взаимоотношения очень дружеские и теплые. Грузия и Украина координируют какие-то свои действия? Просто да или нет? Знаете, вот президент Маргулла Шуль, он первым очень четко и открыто высказался во время аннексии Крыма и назвал все своими именами. И он приехал в Киев, чтобы поддержать Украину. Грузия и Украина, мы координируем не только, скажем так, в двухсторонних отношениях, весь этот процесс координируется. То есть, эта координация подразумевает, естественно, наши отношения с НАТО и отношения Украины с НАТО. Наши отношения с Евросоюзом и отношения Украины с Евросоюзом. Вашингтон-Киев, Вашингтон-Тбилиси. То есть, вот в большой этой координе это все, все же это один большой процесс. А на каких уровнях там происходит координация, это уже такие детали. Смотрите, теперь коснемся, может быть, последнего. Это вопроса вступления в НАТО. Путин мало говорит о Грузии, потому что, по всей виду, он считает, что вопрос, окончательное решение грузинского вопроса произошло. Базы наставили, территорию аннексировали, так сказать, все в порядке. С Украиной, когда Порошенко встречается с кем-то, или министр обороны встречается с кем-то, или те структуры выступает НАТО, например, руководство НАТО, по поводу того, что для вас открыты двери и так далее. Возникает реплика Путина, она приблизительно такая, что Россия никогда не смирится с тем, что границы будут приближены, границы НАТО будут приближены. Я уверен, что это касается и Грузии. Чего вы ожидаете? Вот, например, это такой, знаете, вопрос будущего, но тем не менее. Вот, предположим, Запад говорит, вот давайте, дорожная карта сделана, и вообще идет разговор, что типа через год и так далее. Что, танки в Тбилиси? Ну, вы знаете, в этом году Россия, она, в принципе, анонсировала Вторую Холодную войну. То есть речь не о том, что, допустим, приближение границ НАТО к России, что совершенно непонятно, почему граница НАТО может быть опасна для России. То есть самые защищенные границы для России. Потому что Путин, так сказать. Это там, где демократия, там, где, в принципе, стабильность. Это не то, что там, допустим, Грузия никогда не должна стать свободной страной, которая выбирает в каком альянсе или Украина. А наоборот, мне кажется, что сейчас мы смотрим и наблюдаем за нападением, то есть offensive, а не то, что там, допустим, Россия пытается как-то вот свои границы защитить. Давид, дорогой, простите, что я вас прерываю. Это все теоретические разговоры. А у меня вопрос практически. Я живу в стране, где, когда разговор подойдет к вступлению к НАТО, я только надеюсь, ну, я думаю, что это будет лет через, ну, понимаете, после Путина. Хотя вряд ли Россия изменится в этом смысле. Вот есть ваше предположение. Пойдет Россия танками на Тбилиси для того, чтобы убрать эту государственность? Не было никакого НАТО в 90-х, но Россия была. Да. В Грузии она воевала против грузинской государственности. НАТО – это предлог. Так пойдет или нет? Она уже пошла неоднократно. Она сейчас воюет в Украине, да? То есть ставить НАТО как причину, я думаю, что Россия неоднократно уже доказывала, что, в принципе, это только одна из причин. Главная причина – государственность. Главная причина – сфера влияния. И любой инструмент, который отделяет или Украину, или Грузию от этой сферы влияния, естественно, Россия воспринимает как угрозу. Но, ну, а что нам делать? Для нас это экзистенциальный вопрос. Вот так и будем идти. Спасибо вам большое. Ну, видите, я задавал прямые вопросы, потому что ровно такие же вопросы задают друг другу официальные лица и граждане, и политологи в Украине. Спасибо вам большое, что нашли время. Дорогие друзья, секретарь Совета национальной безопасности Грузии, помощник президента Давид Роквеяшвили. Еще раз вам спасибо.